Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. С ветерком в Беларуси увеличилось количество шеринговых фирм по прокату электросамокатов. Рекомендуется соблюдать скоростной режим, носить шлем и быть бдительным. Как не угодить в травматологию? До поры до времени пьяный мужчина облил супругу химическим средством. Далеко не первый случай, когда пьяный мужчина занимался рукоприкладством. Так стоит ли выносить ссор из избы? Вперед к наградам. В Бобруске прошло открытие республиканских соревнований по легкой атлетике. Они участвуют в этих соревнованиях, с каким огнем в глазах они бегут свои дистанции, прыгают. Какой главный приз? А также год качества, банковские операции и лесной лабиринт. С начала сентября в стране заблудились 60 грибников. Как не заплутать? Вклад в будущее. Президент проинспектировал Могилевскую область. Александр Лукашенко решил лично проверить, как выполняется его поручение. Тема номер один «Деревня будущего». Какая она и что из себя представляет? Агрогородок Вишов в Белынинском районе. Хороший тому пример. Здесь развитая уличная дорожная сеть. Чуть больше 20 километров. Глава государства подчеркнул, важно выбирать оптимальную технологию и делать быстро. Нельзя делать плохо, потому что это очень дорого. Это не для нас. Должно быть 7-10 лет дорога стоять, к примеру, а мы на следующий год начинаем ее опять ремонтировать. Поэтому квадратные метры хорошо, но качество – важнейший вопрос. Я вот думал, будущий год, что, как. Надо нам будущий год объявлять годом качества. Все у нас хорошо. И объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Мы не успеваем Россию обеспечить, ее спрос не успеваем обеспечить. За забором завез, продал, и деньги нам эти нужны, чтобы газ, нефть купить и так далее, металлы. Но у нас еще есть проблемы с качеством. Вчера вечером прилетел, сразу мне жалоба. А вот трактор на МТЗа взяли, своим ходом гнали туда, пригнали, неисправны. Ну, хорошо, говорит, оперативно работает у нас аварийная эта служба по гарантии. Но завтра приехали, шланг какой-то там, что-то заменили. Это что, нормально? Поэтому качество, и еще раз качество, и за это отвечать надо. В ходе визита глава государства коснулся вопроса уборки урожая. Нужно ускориться в два раза, обратить внимание на сборку кукурузы и посев озимых. А после этого привести в порядок обводненные земли, отметил президент. Есть поручение и для КГК сделать ревизию использованных сельхозугодий. Александр Лукашенко также посетил и форелевое хозяйство Лохва. В Могилевской области, к слову, планируется строительство еще двух рыбоводных комплексов. Жертвы и агрессоры. Пьяный 56-летний бобручанин во время ссоры ударил жену и облил жидкостью для чистки духовок и плит. На следующий день женщина вышла на работу. Коллеги увидели на ее лице и шее покраснение и ожоги и настояли обратиться в больницу. Подробности инцидента пострадавшей пришлось рассказать врачу. Медики о случившемся сообщили в милицию. Это был далеко не первый случай, когда пьяный мужчина занимался рукоприкладством и истязанием в отношении пострадавшей. Супруги прожили в браке порядка 26 лет. Мужчина последние пять лет не работал, перебивался случайными заработками, которые сразу же пропивал. И, возможно, если бы не последний вопиющий случай, женщина так и продолжила бы терпеть издевательства. Жителю Бобруйска предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. За истязание и умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По заключению судебной психиатрической экспертизы у обвиняемого хронический алкоголизм, расстройство личности и поведение из-за длительного злоупотребления спиртным. Прививочная кампания, профессиональный праздник и теплый дом. В Минлесхозе идет активная подготовка к отопительному сезону. Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. С октября стартует массовая прививочная кампания от гриппа. Она продлится всю осень. Вакцины уже поступают в регионы. На выбор три препарата. Российского, французского и швейцарского производства. В первую очередь медики рекомендуют пройти иммунизацию детям от 6 месяцев до 3 лет. С 1 марта правоохранители смогут отслеживать подозрительные банковские операции и блокировать их. Это не позволит преступникам вводить средства из Беларуси. К тому же создадут специальный мониторинговый центр. Сотрудники нацбанков, в свою очередь, будут проводить с кредитополучателями информационно-разъяснительные беседы. В Минлисхозе идет активная подготовка к отопительному сезону. К 1 октября на складах должны быть сформированы запасы топлива. По стоимости 1 кубометр дров обойдется в 15-20 рублей. Объемы практически созданы. В холодный сезон пользуются спросом смешанные породы. Плюс на торговых площадках предлагают доставку прямо к дому. В стране озвучили количество учителей и их зарплаты. Портрет педагога составил Белстат. В основном это женщина с высшим образованием, стаж работы минимум 15 лет. На одного преподавателя приходится 10 учеников. Номинальная начисленная средняя зарплата за полгода – 1572 рубля. К слову, в это воскресенье специалисты отметят свой профессиональный праздник. С начала сентября в Беларуси заблудились 60 грибников. Только на этой неделе за помощью обратились 10 человек. Чаще всего теряются пенсионеры. Перед тем, как отправиться в лес, МЧС рекомендует изучить карту местности, надеть яркую одежду, взять с собой телефон с полностью заряженным аккумулятором, запас воды, еды и аптечку. И обязательно сообщить близким о месте пребывания и времени возвращения. Выносливость и скорость. В Бобруйске открылись республиканские соревнования по легкой атлетике. Стадион «Спартак» собрал 280 приверженцев задорного образа жизни. Молодые дарования на протяжении двух дней будут сражаться за титулы и результаты на беговых дистанциях. В программе имитание ядра. Состязание на призы Андрея Михневича и газеты «Бобруйское житё» проходит среди спортсменов Могилёвской области до 17 лет. Видя, как молодые спортсмены получают призы, как они участвуют в этих соревнованиях, с каким огнём в глазах они бегут свои дистанции, прыгают и толкают ядро, ты заряжаешься сам большой позитивными эмоциями. Представители разных школ демонстрируют удивительную силу духа и упорства. Победители наградят в субботу денежными призами, медалями и почётными грамотами. Модное движение. В Беларуси увеличилось количество шеринговых фирм по прокату электросамокатов. Вместе с тем участились аварии. Люди стали чаще посещать травмопункт. Совместимы ли понятия адреналин и безопасность, выяснил Никита Александров. В современном мире средства персональной мобильности создали и заняли собственную нишу. Прошлой осенью водители электрогаджетов приравняли к статусу пешеходов. Если раньше человек без прав мог обзавестись простым велосипедом, то сейчас разновидностей подобных аппаратов хватит, чтобы не заскучать. Это и моноколесо с гироскутером, и различных комплектаций самокаты. И как бы они не упрощали жизнь любителям адреналина, у всего есть обратная сторона медали. Самым опасным данной ситуацией является именно электросамокат, особенно который с малыми колесами. Он ездит бесшумно. Молодые люди, которые пользуются этим, развивают достаточно высокую скорость. Соответственно, они могут не успеть ни затормозить, ни объехать. Разбивают просто пешеходов. Такие случаи уже происходили, которых приходится потом лечить. Существуют элементарные правила, соблюдая которые, человек не только обеспечит свою безопасность, но и других участников дорожного движения. Никаких резких движений и лишних забот на ходу. Только водитель и дорога. Взять во внимание время суток и погодные условия тоже обязательно. За 8 месяцев этого года в Бобруйске произошло 18 аварий. В 11 пострадали пешеходы. Пересечение проезжей части дороги на средстве персональной мобильности должно осуществляться по велосипедному переезду или велосипедной дорожке. В случае отсутствия данных элементов по пешеходному переходу. При этом заблаговременно снизив скорость движения, убедившись в безопасности и двигаясь со скоростью идущего шагом пешехода. Ситуация со средствами персональной мобильности на первый взгляд может показаться пустяком. Однако все не так просто. В Минске, например, существует тестовая система по контролю скорости непосредственно внутри самокатов. Это позволит немного усмирить гонщиков и обезопасить улицы от двухколесных. Профилактика касается лихачей напрямую. Никто не отменял правила безопасности на дороге, как и человеческое взаимоуважение. В последнее время электросамокаты заполонили улицы нашего города. К сожалению, не все соблюдают правила дорожного движения и технику безопасности, что, несомненно, повышает шанс попасть в ДТП. На этот случай рекомендуется соблюдать скоростной режим, носить шлем и быть бдительным. По всему миру существуют методы по профилактике и борьбе с модным передвижением. В Торонто вовсе запрещено ездить на электросамокатах. Во Франции народ голосовал за избавление их в целом. В Риме поступило распоряжение уменьшить количество шеринговых фирм. В Австралии тем временем введено ограничение на скорость максимум 15 км в час. Никита Александров, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. С верой в сердце православный храм в честь иконы Божией Матери Целительницы отметит десятилетие. Строительство церкви началось в 2011-м, когда она была зарегистрирована как приходская община. Спустя пару лет ее осветили архиерейским чином. Теперь здесь ежедневно проходит богослужение, вечера колокольного звона, работает воскресная школа. Мы, как одна дружная семья, всегда открыты для всех, приглашаем к себе действительно в дом божественный для соединения с Богом со Христом. Чтобы каждый нашел уединение, каждый нашел спасение и Слово Божие. В воскресенье здесь пройдет престольный праздник в честь иконы Божией Матери Целительницы. В 10.00 состоится божественная литургия, которую возглавит и епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Песнопение исполнит хор Всехсвятский под управлением Дмитрия Токмакова. В программе также шоу мыльных пузырей и трапезные угощения для всех гостей. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!